Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы думаете, что вы собрались в бизнес, и там будет бизнес-план, и все пойдет по плану, даже не начинайте заниматься бизнесом. Все пойдет не по плану, секунд через 30. В лучшем случае, через 5 минут. Поэтому, Владимир, вам слово, вопросы. Максим, еще раз добрый день. Давайте вам поаплодируем за то, что вы честно, прозрачно нам про нашу прекрасную жизнь. Ну что ж, вопрос у меня такой. Для начала беседы я хочу вас спросить вообще самое главное и самое интересное. Как вы начинали? Был ли у вас вообще в опыте, в начале жизни опыт в найме, или вы сразу перешли к собственному бизнесу? Ну, у меня не было другого выбора, как работать по найму, потому что работал по найму я в стране, которую называл Советский Союз, и там за бизнес сажали в тюрьму. Поэтому я успел там поработать по найму, поработал на Советскую оборону и ушел уже полностью в бизнес из Академии наук СССР. Я очень быстро понял, что мне не свистит карьера в найме. В найме нужно быть организованным трудягой. На мой взгляд, предприниматель по определению для заорганизованной ленте. Задача предпринимателя это собрать команду, начать аферу, довести ее до того момента, как команда уже оттуда выбраться не может, и сказать им, ребята, все будет очень хорошо, я знаю точно. И вы знаете, что удивительно? Вы-то знаете, что вполне возможно хорошо все не будет, и что денег нет на следующий месяц и на зарплату, но если люди вам поверили, что все будет хорошо, они делают все хорошо. Спасибо. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой процент, на ваш взгляд, в бизнесе отводится удаче, с течением обстоятельств, там, случаю? Я думаю, что процентов 90, но этими 90 вы никогда не воспользуетесь, если у вас не будет 10. А что в этих 10? В этих 10 готовность увидеть эту возможность. Практически я не занимался бизнесом и не видел успешных предпринимателей, которые бы начинали делать одно, а в результате добивались успеха совершенно к другому. А вот те, кто говорил, вот я буду делать это, только это, вот у меня есть бизнес-план, который, я вам только что говорил, сломается через 30 секунд, вот они успеха, как правило, не добивались. Вам нужно иметь эти 10 процентов, чтобы увидеть, что на самом деле вот вы сюда идете, а вот если вы вот сюда вот повернетесь, вот там что-то очень интересное, вот там успех, там удача, там вам повезло. Вот хочу уточнить, вы про гибкость говорите? Про гибкость в выборе? Есть сейчас модное слово у стартаперов в пиво, когда компания идет зигзагом. На самом деле для стартаперов об этом прекрасно знали все пираты и мореходы. Парусное судно, оно же не может идти прямо, потому что ветер никогда не будет дуть в ту сторону, в какую вам надо. Если ветер дует прямо на вас, вы никуда не дойдете. Это тоже нереально. Но всегда парусное судно идет галсами. Раз, повернул туда-сюда, туда-сюда, ловя ветер. И вот это вот главное, что должно быть у предпринимателя. Да, ваш ветер это удача, но вы должны уметь делать вот эти галсы, чтобы эту удачу ловить ваши паруса. Спасибо. Я знаю, что несколько лет подряд франшиза «Листер Дорс» регулярно входит в рейтинг ее лучших франшиз. И поэтому вопрос, в чем секрет, как вы думаете? Что такое франшиза? Франшиза – это старший брат. Ну, у кого есть старший брат, и с ним хорошее отношение, знает, как это круто. Он вас и от пацанов во дворе прикроет, и научит водить мотоцикл, что-нибудь еще нехорошее или хорошее. Франшиза вы покупаете из-за старшего брата. Вы покупаете себе опыт, вы покупаете себе бренд, вы покупаете себе экспертизу. Но тому, кто продает франшизу, тоже очень хорошо. Я, например, считаю, что инвестор – плохой человек для бизнеса. Не ищите инвесторов, ищите партнеров, потому что у вас с инвестором всегда противоположны интересы. Начнем с того, что у вас с инвестором разный временной горизонт. Инвестор смотрит через три года, удестерит свои инвестиции и выйти, а вы смотрите вперед на многие годы. Конфликт будет. Что такое франшиза? У вас совпадают интересы. Вы пробуете себя в бизнесе, но при этом у вас есть рядом старший брат, который вас научит. И наша задача всегда – своим франшизором стать старшим братом. Мы не только всегда помогаем в бизнесе, приходят к нам с частными вопросами, куда инвестировать деньги. Один из лучших наших франшизеров сейчас построил самый большой небоскреб Высоцкий в Екатеринбурге. Масса владельцев своих больших мебельных заводов, и это хорошо. Я рад тому, что владельцы бизнеса начинали у нас как франшизеры. А кто-то до сих пор работает. Нам это хорошо, что мы, когда мы стартовали, получили сразу и быстро деньги для своего развития. Это франшиза, это вообще win-win situation. Спасибо. Есть волнующий для нас всех вопрос в связи с ситуацией с ипотекой. Мебельщики находятся в прямой зависимости от рынка недвижимости, поэтому, как мы знаем, недавно были отменены, частично отменены льготы по ипотеке. И вопрос, как это скажется на мебельном рынке и Вашей компании. А вот я считаю, что никак. Почему? Потому что я всегда предпочитал не идти в бизнесы, в которых я от кого-то завишу. Мы всегда уходили в премиальный сектор. Почему? Потому что премиальный сектор, ребят, меньше всего зависит от количества денег в системе. Премиальный я... Мой клиент – это тот, кому не нужна ипотека, извиняюсь. Потому что ипотека сегодня есть, сегодня ее нет. Во все времена, во времена любого экономического кризиса, всегда плохо среднему классу. Бедным и так было плохо всегда, богатым всегда было хорошо. Ребят, продавайте, все богато. И меньше всего волнует кризиса. Мой вам совет. И это на самом деле та же самая история, когда я говорю, что идите галсами. Если у Вас есть общее направление, то плохо сейчас с ипотекой. Вы больше ушедете в премиальный сектор. Если попер экономический сектор, то можно чуть-чуть сюда свернуть. Но главное не зависеть от ипотеки. Потом я говорю, допустим, мы принципиально не работаем с девелоперами. Мы не ставим свои проекты там, где девелопер. Нам всегда важен прямой контакт с клиентом. Мы всегда работаем непосредственно с клиентом. Потому что, когда между Вами и клиентом кто-то есть, Вы от него зависите. И от всех его проблем. Насколько мне известно, у меня большая часть сидит в салонах Мистер Дорс. Именно партнерские. Вы уже немножко говорили про франшизу. И хочу Вас попросить рассказать поподробнее про осознанность в выборе этой бизнес-модели. Или просто так получается? И вот когда все... Ну, Вы пришли к такому выбору. Я никогда не в жизни не делал ничего осознанного. Я осознанность не помню. История была такая. Это уж потом я все это понял, почему. Вообще от интуиции очень много чего зависит. Когда мы начинали в 96-м году Мистер Дорс, естественно, денег у нас было... Ну, честно говоря, уже было там пара миллионов долларов своих. Но для постановки большого бизнеса это принципиально не хватало. И мы подумали, ну, люди вокруг бегают и ищут, каким бы им заняться бизнесом. Давайте возьмем у них деньги. Интернета тогда не было. Мы на правах рекламы честно писали статьи в газету «Аргументы и факты», которая тогда выходила с 6-миллионным тиражом, о том, как вложить 5 тысяч долларов в наш бизнес, стать богатым. Очень было похоже на... Вряд ли кто из Вас помнит, но может кто постарше, граждан благосостояние семьи Голубкова. Это было примерно то, чтобы мы были честными. Как я уже говорил, многие из наших партнеров тогда реально стали богатыми. И принимая... Вообще, я всегда за партнерство в бизнесе. Чем больше Вы вовлекаете в свой бизнес коллаборации, больше людей, больше компаний, тем больше будет у Вас успеха. Расширяйте Вас трубку. Не так давно, вот, кстати говоря, про расширение, у Вас тоже в компании запустилось направление мягкой мебели собственного производства. Чем продиктован такой шаг и как Вы можете оценить первые результаты? А все, опять же, про пиратов под парусом. Мы смотрим за тенденциями рынка. Сегодняшний покупатель не хочет покрывать километры большого мебельного центра и проходить ряды более-менее одинаковых диванов, где сидят полусонные девушки, которые их продают. И ужал, что на это тратить время. Наше время насыщено, у нас есть чем заняться. Мы не хотим заниматься выбором. Вот меня выбор чего-то абсолютно бесит. И я смотрю на своих клиентов, насколько мои чувства совпадают с этими чувствами. Вижу, что клиентов выбор бесит. Если они видят компанию, у которой есть репутация, которая делает уже часть их интерьера, ребят, а может, у Вас и мягкая мебель есть? Да, теперь есть. Приходите, мы сделаем Вам все вместе. Мы идем... Вот это про удачу, и смотрите, какие вокруг есть возможности. Плохой ответ. Да мы никогда мягкой мебелью не занимались, заниматься не будем. Это там довольно простое производство с низким порогом входа. Мы начинаем конкурировать. Ее можно и в гараже сделать и так далее. Но! Если заказчик нас тащит туда, так, чтобы делать полностью интерьер, значит, он прав. И мы долго думали на стратегии компании и поняли, что мы теперь не мебельная компания, а мы теперь интерьерная. Соответственно, мы делаем и мягкую мебель, мы делаем текстиль, мягкие панели и так далее. Мы идем за своим заказчиком. Максим, спасибо. А вот что касается онлайна, я не могу не спросить. Многие перешли в онлайн, многие там все смотрят, выбирают. Как ваши клиенты, отказываются ли они в посещении магазинов в офлайн? И как у вас организованный процесс? Мы им не даем отказаться. У них нет выбора. А онлайн на самом деле та же история, что с ипотекой или с девелопером. Ты не хозяин своего бизнеса. Когда ты уходишь на маркетплейс, ты теряешь свой бренд. Любое решение маркетплейса может тебя перечеркнуть назад. Ты ищешь из выдачи. А у фидерзей. Твоя цена на 5 копеек меньше, чем, наоборот, больше, чем у твоего конкурента. Все, твои продажи рухнули. Потому что на маркетплейсе, в онлайне, твоя индивидуальность, твой бренд, твое качество, оно падает. Вы ничего с этим не сделаете. Человеку нужно дать touch and fill. Если вы торгуете премиальным продуктом для ИТР, он должен прийти пощупать. И надо не бояться здесь, в данном случае, не следовать моде. Все уходят на маркетплейс, а мы не пойдем. Потому что мы потеряем заказчика. К нам люди возвращаются через 20 лет. И нам важно дать людям качество, дать пощупать, дать им дизайнера, с которым они станут друзьями. Ваш клиент никогда не станет с вами друзьями на маркетплейсе. А вот наши клиенты с нашими дизайнерами, которые у нас все продают, дружат. И те им помогают не только в мебели, но там выбрать цвет, постельное белье, все что угодно. Спасибо. Вы как собственник и создаватель компании точно причастливы к такой истории. К модели общения в вашей компании? Вот какая она у вас? Как принято общаться руководству с подчиненными? Ну, я, как я, обращаюсь на вы. Я все-таки выращусь в Советском Союзе и не привык тыкать людям. Хотя молодежь уже общается на ты. Но самое главное, мне кажется, я считаю, это проблема вообще российского общества в целом. У нас взаимное уважение, это ДНК нашей компании пронизывает всю компанию. Практически мой мобильный телефон доступен любому. Мне может написать и рабочий, и начальник цеха, и дизайнер. Информация в компании должна идти во все стороны. Это должно быть большое пространство общения, большое пространство идей. То есть стиль должен быть легкий и неформальный. У нас-то у меня много лет нет ни одного человека в галстуке в компании. Ну, спасибо. Мы, глядя на вас, сегодня тоже понимаем, что вы прекрасно понимаете современную модную культуру. Спасибо за яркий лук. Вопрос у меня такой. Некоторые компании спустя время возвращают сотрудников обратно в офис, потому что считают, что такая модель неэффективная. Как у вас обстоят с этим делом в компании? Холебался вместе с линией партии, как писали на допросах в НКВД в сталинские времена. Да, я тоже считаю, что чисто оффлайн работа крайне неэффективна. С чем столкнулись мы? В оффлайне новый человек не вливается в коллектив. Он не чувствует ДНК компании, он не чувствует двух компаний. Вот эти вот, как называют их наши недружные американцы разговоры вокруг кулера с водой, они очень важны. Я не призываю вас курить, но разговоры в курилке очень тоже важны. Поэтому мы за то, чтобы быть гибкими по отношению к рабочему времени сотрудников, главное, чтобы был результат. Но мы за то, чтобы достаточно большое время, достаточно большую часть своего времени люди проводили в офисе. можно в курилке, можно у кулера, а можно за столком. Спасибо. И у меня есть уже потихонечку к концу списка. Насколько вы лично вовлечены в бизнес-процессы компании сегодня? Ну, я вообще не наившу бизнес-процессы, поэтому вовлечен крайне мало, и менеджер из меня как из говна пуля. Но я вовлечен дело в том, что компания – это театр, это сцена, и вы должны найти свое место на сцене. Оно зависит от того, какую роль вы можете сыграть. если вы организованный, неленивый человек, большой вероятность вряд ли станете предпринимателем, но есть и такие предприниматели, очень часто, кстати, они самые-самые успешные. Это возможно ваше место в офисе, или если вы очень хороший профессионал своего дела, как мой партнер, он не вылезает с производства, и для производства пользу, и он получает от этого кайф. Я хорошо умею работать с людьми, понимать их психологию и так далее, и мое место на этой сцене как, не знаю, духовного духовного доставника принимать исповеди и крестить. Вот, обрезание вовсе пока не делаю. Значит, и вот я нашел себя в этой роли. Все зависит от того, в какую роль на этой сцене вы найдете именно вашим залог, вашего успешного успеха. Найти себя в своей собственной компании. Спасибо. Я хочу попросить вас дать совет начинающим предпринимателям. И вот, уточняю, вот, что бы вы сами себе посоветовали, о чем бы предупредили, на что бы обратили внимание, себе в начале пути вот с опытом, который у вас есть сегодня. Я бы играл в долгую. Я понимаю, что я мог бы добиться большего, если бы меньше дергался. Это вообще проблема моего поколения. если вы считаете, что вы живете в нестактивное время, я бы вас вернул бы на машине времени в 90-е, все, что вы видите сейчас, это суперстабильность. Значит, поэтому мы мало играли в долгую. Вот сейчас я бы на вашем месте строил бы, играл бы в долгую, строил бы заводы, дороги, полетел бы в космос с маской. С ним весело, наверное, будет. Он вроде ничего, чего ж такой, нормальный. Спасибо большое. Ну, на этом у меня вопросы закончились, но я хочу вас спросить, есть ли что-то такое, о чем я вас не спросил, но вы больше хотели добавить? Я бы хотел добавить вот что важное придумал, точнее вспомнил. Чтобы, все говорят о том, что для того, чтобы начать деньги, нужен стартовый капитал. Я абсолютно с этим не согласен. Я начинал там многие бизнесы с нулем в кармане. Это долгая история, но я считаю, что для того, чтобы у вас все пошло в бизнесе и вам бы повернулось удача и везение, деньги нужно начать раздавать. Не мне. Мне не хватает. Благотворительность. Я считаю, что для предпринимателя благотворительность это абсолютно важнейшая история. У кого-то много денег, у кого-то мало. Подпишитесь в 500 рублей, чтобы от вас переводили в фонд Хабенского. Прекрасный фонд, я хорошо с ними знаком, много работаю. Фонд Начлешка. Много есть очень хороших проверенных фондов. Вот когда вы отдаете, я понимаю, что я начинаю звучать, когда там уголовники с марафонами желаний, но когда вы отдаете вот эти деньги на благое дело, они возвращаются. Вот я вам клянусь Христом Богу, пока я не христианин, что отдавайте заранее деньги на правильные нужды, они к вам вернутся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok